Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление и говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Тема, которую хотелось бы сегодня обсудить, это стратегии инвестирования. То есть, есть различные стратегии инвестирования, и здесь очень важно все-таки акцентировать внимание, что мы говорим про инвестирование. Мы не говорим сейчас про трейдинг, мы не говорим про спекуляции. Когда мы говорим о стратегиях, что это значит? То есть, что есть некая такая основа, есть скелет, по которому строится инвестиционный портфель. По большинстве своем там идет некое такое перемещение, какова должна быть доля консервативных инструментов и доля агрессивных инструментов. К консервативным инструментам относятся инструменты денежного рынка, наличные деньги. Кстати, как это не покажется странным, наличные деньги тоже, оказывается, являются позицией в инвестиционном портфеле. Золото, какие-то сырьевые товары. То есть, некая какая-то консервативная часть с фиксированным доходом, с ограниченным сроком или не очень волатильные. Волатильные – это, соответственно, насколько резко и высоко колеблется цена, как в рост, так и в падении. Доля консервативных инструментов. Второе – есть доля агрессивных инструментов. К агрессивным инструментам относятся высоковолатильные инструменты, которые могут как намного вырасти, так и намного упасть. Где нет фиксированной доходности, речи про это не идет, а лишь право на получение доли в прибыли, которую зарабатывает компания. В том числе сюда к агрессивным, в какой-то части можно отнести даже спекулятивную торговлю. И существуют различные стратегии. Я лично выделяю три. И хотелось бы рассказать, во-первых, об этих трех стратегиях. Что это за стратегия? Расставить в какой-то степени акценты, в какую стратегию имеет смысл ориентироваться в настоящий момент. Причем в настоящий момент ориентироваться обычным гражданам, обычным людям, у которых нет большого количества денег. У которых это не миллионы, не миллиарды. И речь идет, может быть, о десятках тысяч рублей. То есть 10, 20, 30, 50. Это будет с неким таким обоснованием, почему именно эта стратегия, плюсы и минусы основных стратегий. И почему имеет смысл сфокусироваться на какой-то одной из стратегий, которую лично сейчас мы не то что рекомендуем. Мы говорим, что на ней, наверное, нужно сфокусировать наибольший фокус внимания, потому что она обладает определенными преимуществами. Смотрите обязательно данное видео до конца, чтобы в дальнейшем вы могли понимать, какие существуют основные стратегии. Что сделать прямо здесь и прямо сейчас, какую для себя определить стратегию. Первая стратегия, о которой мы говорим, это стратегия, что у нас доля консервативных инструментов должна быть столько, сколько нам лет. Если человеку, не знаю, как мне сейчас, 42 года, то в этом случае доля консервативных инструментов должна составлять 42%. Доля агрессивных инструментов должна составлять 58%. Акции те же самые. Все, что нужно сделать, это, соответственно, ежегодно осуществлять ребалансировку. То есть, если мы находимся в растущей стадии экономики, то хорошо будут отрабатывать акции. Их больше, они будут приносить наибольший доход. Облигации могут в этот период стоять на месте или снижаться. И в этом случае, когда мы производим ребалансировку раз в год, мы, получается, прибыль забираем с агрессивной части и покупаем облигации. Если что-то в экономике меняется, когда это произойдет, никто не знает. И в этом как раз-таки заключается преимущество данной стратегии, что вам не нужно заниматься таймингом. Вы инвестируете регулярно в эту стратегию, вы придерживаетесь этой структуры портфеля. И это позволяет вам всегда покупать дешево, то, что стоит дешево, и продавать то, что стоит дорого. Автоматически, вне зависимости от того, что сейчас в моменте. И это высвобождает очень большое количество времени на принятие инвестиционных решений. И, в принципе, это работает с определенной оговоркой, вне определенных экстремумов. Это работает в нормальных условиях, когда нет черных лебедей, когда экономика более или менее стабильная, когда стабильная геополитика, когда наблюдается все-таки та или иная стабильность. То есть может происходить классический краткосрочный кредитный цикл. И эта стратегия прекрасно справляется с функцией, когда происходит падение, то есть у вас акции падают. То есть так как цена акций снижается, то у вас в портфеле доля акций снизится. А облигации или будут стоять на месте, или вырастут, потому что в период кризиса облигации растут. И таким образом у вас будет обязанность, необходимость при ребалансировке продать облигации и купить акции, которые стоят дешевле. Вот все, что нужно. Дополнение к данной стратегии состоит в том, что в условиях, когда вы начинаете в информационном поле видеть большое количество предсказаний, что экономика в рецессии, что сейчас все это плохо кончится, что навернется медным тазом. Здесь, когда вы используете данную стратегию, очень простое решение. Вы просто на 10% увеличиваете долю консервативных инструментов. То есть если в моем случае, да, мне 42 года и стандартно у меня 42% это консервативная часть. В условиях, когда ожидается рецессия, есть сигналы, которые предсказывают рецессию, есть сигналы, которые могут предсказать рецессию там за 12 месяцев. В этом случае очень простое решение. Вы берете долю консервативной части, увеличиваете до 10%, с 42% до 52%. И у вас доля акции остается 48%. Все, что нужно сделать. И когда будет рецессия, вы опять-таки это не пропустите. Вы все равно увидите отражение по своему брокерскому счету, да. И вам все, что вам нужно сделать, что когда произойдет уже снижение рынков, вы делаете то же самое, да. Только в обратном направлении. Сокращайте долю облигаций. Сначала с 52% до 42%, потом с 42% до 32%. И у вас получается, что доля акций, вы по самой нижней цене, у вас очень большая доля портфеля. Очень понятная, прозрачная, комплексная история. Высвобождает огромное количество времени, которое не требует какого-то серьезного отслеживания. Которое на самом деле предполагает, что какие-то совершать активные операции нужно один раз в год. В условиях турбулентности, да, это может быть за следующие 12 месяцев нужно будет провести не один раз ребалансировку, а может быть два, ну максимум три раза. Опять же, эта история понятная, и она работала до недавнего времени, последние 50 лет. То есть она была успешна. В каких условиях нужно менять эту стратегию и, соответственно, почему. То есть сейчас у вас на картинке, вы видите слайд, я неоднократно уже показывал, что это матрица инфляционных сред. Соответственно, бывают три типа инфляционной среды. Это стокфляция, инфляция, златовласка и дефляция. Соответственно, в условиях, когда у нас идет дефляция, у нас инфляция снижается, инфляция становится не очень высокой. У нас увеличивается безработица, и у нас ВВВП падает. То есть экономика падает. Из-за того, что падает экономика, увеличивается количество безработных, потому что экономика не растет, товары не покупают, компании не зарабатывают. Они начинают оптимизировать свои затраты, увольняют людей. Растет безработица. Люди перестают верить в завтрашний день, перестают тратить, сжимается потребление, и, соответственно, это приводит к тому, что инфляция начинает от этого падать. То есть некий такой дефляционный сценарий, который мы наблюдаем сейчас в Соединенных Штатах Америки. Что по факту произошло? Повысили процентную ставку, экономика начинает заваливаться в рецессию, начинает постепенно, плавненько увеличиваться безработица. И следующим последствием, как раз таки последствием безработицы, будет то, что инфляция снизится. И в условиях дефляции, классического кризиса перепроизводства, история работы портфеля 60 на 40 прекрасно работает, прекрасно справляется. Но если у нас наступает такая инфляционная среда, которая называется стагфляция, то условие, при которой у нас и ВВП снижается, и безработица растет, и продолжает расти инфляция. И причиной тому, опять же, является инфляция издержек, мы говорили об этом вот в этом видео, что такое монетарная инфляция, инфляция издержек. И когда у нас возникает стагфляция, то история связана с тем, что портфель 60 на 40 не работает, 60 на 40 или там сколько вам лет, столько должна быть доля консервативных инструментов, почему перестает работать? Потому что центральный банк, когда у вас начинают расти затраты на издержки, и причиной роста инфляции, причиной роста цен является не растущий спрос со стороны населения, а причиной является то, что у вас издержки увеличились. У вас энергоресурсы стали дорогие, у вас электричество стало дорогое, у вас бензин стал дорогой, газ стал дорогой. У вас затраты увеличиваются, и эти затраты производитель пытается перенести на потребителя, а не получается перенести, у потребителя, соответственно, денег нет. Но он все равно будет повышать цены, он все равно цены будет как таковой повышать. В итоге что получается? Дорогие товары никто не покупает, ВВП снижается. Опять же, снижение ВВП приводит к росту безработицы, безработица увеличивается. Люди не верят в завтрашний день, начинают меньше тратить, компании зарабатывают еще меньше, но компании не могут снизить цены на товары, потому что у них элементарно выросли затраты, то есть издержки у них увеличились. И поэтому получается, это очень опасная история, потому что инфляция здесь начинает расти до тех пор, пока сокращение издержек не произойдет. И что мы получаем в этой истории? Чтобы побороть такую инфляцию, инфляция начинает принимать галлопирующие темпы, и чтобы побороть эту инфляцию, центральный банк начинает очень сильно ужесточать денежно-кредитную политику. Посмотрите на Соединенные Штаты Америки, они повышают процентную ставку и держат эту ставку на очень высоких значениях. А высокие значения ставки и повышение процентной ставки приводят всегда к чему? Потому что облигации, которые в нашем портфеле классическом должны выполнять функцию защиты, облигации перестают выполнять функцию защиты по той простой причине, что эти облигации начинают падать в цене. И падать в цене они начинают очень серьезно. Привожу собственный пример, когда у меня 42%, хорошо, 52% находится в облигациях, 48% находится в акциях, что происходит? Из-за того, что у компаний растут издержки, они пытаются переложить эти издержки на потребителей, а потребитель не дурак, он не потребляет, компания перестает зарабатывать, в принципе. Из-за того, что выросли процентные ставки, у компании выросла стоимость обслуживания кредита. Выручка у компании упала, чистой прибыли у компании вообще нет. Мало того, из-за того, что нет чистой прибыли, а кредиты инвестиционные есть, и их нужно погашать. В этот момент компании вынуждены брать кредиты под более высокий процент, ставки же повысили. И это приводит к тому, что начинает расти долговая нагрузка, а компания даже не погашает тело кредита, и она начинает у нее расти. И в этом случае я понимаю, что я как акционер, и моя прибыль зависит от того, заработает компания или нет. У нее издержки увеличились, у нее прибыль упала или вообще стала отрицательной, и у нее еще увеличивается долговая нагрузка. То есть даже в случае, если вдруг снизят процентные ставки, здесь очень быстро вырастет долговая нагрузка, и мне еще надо подождать. И непонятно, сколько ждать, когда прибыль у компании восстановится. Акции упали. Что происходит в этот момент с облигациями? Должны выполнять роль защитных, и в этом случае логично, что акции будут снижаться, и по идее должны переложиться в облигации. Но что мы получаем с облигациями? Центральный банк будет бороться с инфляцией растущей. Причиной которой являются выросшие издержки будут повышать процентные ставки. То есть, соответственно, облигации на повышение процентных ставках реагируют падением. То есть доходность облигаций тоже растет. Здесь, как правило, чтобы бороться с такфляцией, процентные ставки растут быстро и резко. То есть в 80-х годах этот рост был очень быстрый, там с 12% до 20%. И, соответственно, если процентные ставки выросли с 12% до 20%, облигации упали в цене процентов на 30-40%. И то есть что у меня получается? У меня и акции могут упасть процентов на 50-60%, и облигации могут упасть процентов на 50-60%. Весь мой капитал может ужаться до 40-50%. И получается, эта история не работает. То есть она не вывозит. Эта история вывозит в двух инфляционных средах. В инфляции златовласки и в дефляции. Прекрасно срабатывает. Потому что если посмотреть зону комфорта для инвестора, при дефляции нужно покупать акции, нужно покупать краткосрочные облигации, нужно покупать недвижимость. Товары в этот период снижаются. В инфляции нужно покупать акции и недвижимость. Златовласка, плавно растущая контролируемая инфляция. При стокфляции акции падают. Как короткие облигации, так и долгосрочные облигации или нейтральные, или снижаются. Но очень хорошо начинает себя чувствовать золото, товары и недвижимость. Но в зависимости от того, насколько она перегрета или нет по отношению к уровням дохода, который получает население. И тогда возникает история, что нужно отказываться от этой стратегии. Какую стратегию нужно рассматривать для себя в этом случае? Есть, соответственно, следующая стратегия, которая предлагается в настоящий момент вместо 60 на 40. Или, как я уже говорил, я называю эту стратегию 60 на 40, где доля консервативных инструментов равна возрасту. Какую стратегию в этом случае нужно избрать? Стратегия называется 20-40-20-20. И здесь мы получаем, что 20% это наличные деньги, просто кэш. 40% акции, 20% облигации и сырьевые товары. Еще раз, 20% наличные, 40% акции, 20% товары, 20% облигации. То есть, Максим, ты рассказывал, что все падает. Давайте посмотрим еще раз на матрицу инфляционной среды и каким образом чувствуют себя здесь товары. Что получается? Что инфляция носит глопирующий характер. То есть, инфляция начинает приобретать очень высокие значения и она перестает быть управляемой. А тут Максим говорит, что 20% нужно держать денег в кэше. Камон, какой кэш при растущей инфляции? То есть, наоборот, надо спасаться от инфляции. А мы говорим о том, что пятую часть мы оставляем в кэше. Почему такое происходит? Я здесь хочу вам как раз таки объяснить, что наличные деньги это тоже позиция. Я рассказал вам предыдущую историю. Представьте, у вас только акции, только облигации. То есть, никаких нет компенсирующих элементов. В ситуации, когда у вас падает все, и облигации, и акции, то в этом случае, причем падают не на уровень инфляции. Не знаю, в Америке это сейчас значение там равен 3,5-4,5%, ну 5,5%. А падают процентов на 30-50. И тогда у вас возникает вариант. Если вы оставляете все как есть, то вы рискуете свой капитал уполовинить в следующие полгода. А если у вас пятая часть из этого капитала просто лежит в наличных. Да, высокая инфляция, она будет обесценивать эти наличные деньги. Но при этом, если стоимость активов снизится в 2 раза, вы на эти наличные деньги можете свою позицию увеличить и восстановить. То есть, получается, за тот же самый денежный поток вы заплатите через полгода в 2 раза меньше. Еще проще пример объясню. Например, у меня есть миллион рублей. Я ожидал, что будет стакфляция и упадут в цене как акции, так и облигации. Пример с облигациями. Почему в облигации бы не разместить? У меня есть миллион рублей. Сейчас я могу получить доходность на 10-летнем промежутке времени 13% годовых. То есть, получается, наложенные миллион рублей в следующие 10 лет будут получать 130 тысяч рублей купонного дохода. Мы сейчас не берем цену облигации, которая может тоже меняться. Таким образом, за 10 лет я получу миллион 300 просто купонов. И, получается, в 1,3 раза увеличу свой капитал. Я принимаю решение. Окей, классная сделка. Я на миллион покупаю облигации. Меня это устраивает. Второй вариант. Я оставляю этот миллион. Оставляю просто наличными. Они у меня лежат там или наличными, или на брокерском счете просто неразмещённые. И их начинает атаковать инфляция. Начинает их съедать. Пускай это будет Россия. Инфляция там в районе, ожидают в районе 8%. Окей, пускай инфляция разгонится до 10%. То есть, за полгода инфляция у меня, если годовая инфляция составит 10%, то за полгода это будет 5%. Соответственно, у меня инфляция съест с этого миллиона 50 тысяч рублей. То есть, 50 тысяч рублей у меня обесценится денежное средство за полгода. Но растущая инфляция приведёт к тому, что Центральный банк ещё может повысить процентную ставку. Повышение ещё процентной ставки приведёт к тому, что облигации упадут в цене с миллиона, например, до 700 тысяч рублей. И если у меня была позиция в облигациях, в принципе, страшного ничего нет. Я по-прежнему получаю купоны. Я могу с этих купонов докупить облигации. Второй вариант. Я покупаю денежный поток, который у меня был полгода назад, со скидкой 30%. И мои 700 тысяч рублей за 700 тысяч рублей, вернее, миллион. У меня доходность начинает составлять не 13% 130 тысяч рублей, а она начинает составлять на вложенные деньги 185 тысяч рублей в год. Инфляция у меня при этом обесценила мой миллион на 50 тысяч рублей. В первый же купонный период выплаты купонов я, соответственно, получаю компенсацию инфляции 50 тысяч рублей, потому что у меня купонная выплата, купонного дохода 185 тысяч рублей, получается 92 500. То есть я компенсирую себе в этом случае инфляционный риск в течение ближайшей купонной выплаты. И в оставшиеся 9,5 лет я просто получаю купоны, исходя из доходности 18,5%. И у меня получается тогда доходность не 130%, у меня доходность 180%. Раз. Но мы еще не учитываем тот факт, что в конечном счете инфляция побеждается, центральный банк в конечном счете процентную ставку снизит, а снижение доходности по облигациям это рост ее цены. То есть я для, во-первых, для себя в такой ситуации, если я нахожусь в кэше, во-первых, я покупаю за меньшие деньги тот же самый денежный поток, что и ранее. И второе, когда ситуация выправляется, инфляция становится под контроль, я получаю дополнительную премию, что я набрался терпения и купил эти облигации по более низкой цене. Соответственно, если я купил за 700 тысяч облигации номинальной стоимостью миллион, то, соответственно, я еще здесь заработаю на росте самой цены облигации порядка 50% на вложенный миллион. 50% с миллиона это 500 тысяч, миллион 850 это получается купонный доход, итого получается миллион 850 плюс 500, это 2 миллиона 350 тысяч с моего операционного капитала. Есть разница? Миллион 300 получить или почти там 3? Разница есть. И тогда здесь получается, что в стафляционной среде кэш это тоже позиция и не самая плохая позиция. Мы сейчас рассмотрели пример с облигациями. Если говорить про акции, акции в период стафляции падают еще сильнее, то есть отдельные акции могут упасть в цене там и на 60, и на 70%. Если я просто покупаю акции и нахожусь исключительно в акциях, то я могу получить убыток 50%. Во втором случае я нахожусь в кэше, да, и этот миллион покупаю акции, упавшие в два раза. И они могут восстановиться гораздо быстрее, чем облигации. Но не находиться в акциях тоже достаточно опасно. Просто здесь еще становится вопрос выбора акций. Это должны быть акции с низкой долговой нагрузкой, с высокой маржинальностью, с высокой рентабельностью, с растущей операционной прибылью. И покупать просто индекс здесь не совсем разумно. То есть здесь должны быть точечные покупки. Это должны быть коммунальщики, это должны быть энергетики, это должны быть какие-то компании, которые товары производят. Потому что мы видим, что в стафляционной среде у нас золото и товары растут. И тогда мне вопрос, зачем мне покупать индекс, когда я могу купить золото добытчика. Потому что у него с прибыли все будет хорошо, золото будет расти в цене. Поэтому акции присутствуют, присутствуют на 40% в этой схеме, но это точечные акции. И вопрос выбора, что за акции должны быть в портфеле, у нас есть отдельный мастер-класс, касающийся того, каким образом формировать и отбирать компании свой инвестиционный портфель. Ссылка на данный мастер-класс находится в описании к данному видео. Там, соответственно, мы расскажем, каким образом это делать. Плюс дополнительно на мастер-классе мы рассказываем про схему для обычного российского частного инвестора. Но об этом немного позже. Ребята, я просто предлагаю вам сейчас пройти по ссылочке, поставить на паузу, зарезегистрироваться на мастер-класс, бесплатный, принять в нем участие. После того, когда это сделаете, возвращайтесь. Итак, здорово, что вы вернулись. Давайте продолжим. Мы говорили про 20% кэша, почему имеет смысл его быть. Мы говорили про 40% акций и что это за акции должны быть. У нас еще осталось 20-20. Еще 20% это у нас получаются облигации. Но, когда мы говорим про облигациях, опять большая была предыстория, что их покупать не надо. Но есть облигации, которые можно покупать в этот период. Это облигации с плавающим купоном или плавающим номиналом, которые зависят от инфляции. Они в России называются флаттеры и линкеры. То есть в Америке они называются типсами. Это история, где купонный доход, фиксированный доход, доход, который вы получаете на вложенные деньги, он не фиксированный, а он плавающий. И зависит от инфляции. Только одна оговорочка. Официальная инфляция. Потому что официальная инфляция у нас, как правило, всегда. Это не только прерогатива отдельно взятых стран. Во всех странах официальная инфляция ниже реальной. Но, тем не менее, не такие большие различия бывают. И это когда у нас 20% капитала размещены в облигациях, в которых есть компенсация инфляции, то получаем купон, купонный доход, денежный поток, который зависит от инфляции. Раз. Два. Эти облигации начинают пользоваться спросом. Абсолютно все хотят купить облигации, доходность которых привязана к инфляции. То есть, во-первых, у вас всегда будет денежный поток привязан к инфляции, и в растущей инфляции этот доход будет увеличиваться. Второе. Все будут хотеть иметь такой актив, который генерирует прибыль, не фиксированный купон, а купон, которого привязан к инфляции. Спрос вырастет, а у вас эта позиция уже сформирована, и вы частично можете даже продавать, осуществляя ребалансировку. То есть, вы получаете, опять-таки, двойной профит от этого. Ну и 20% почему это должно быть сырье, прямое сырье, покупка сырья, это может быть золото, это может быть индекс сырьевых товаров, потому что растут издержки. А из-за чего растут издержки? Из-за того, что растут цены на сырьевые товары. И таким образом получается, что вам компенсируется риск вот этих вот издержек. За счет чего растут издержки? Рост цены товаров, сырья. И у вас это сырье есть. И остановить очень быстро это невозможно. И таким образом, когда вы формируете абсолютно по-другому принципу портфеля, 20-40-20-20, то в этом случае получается, что в условиях стокфляции, он не просто защищает денежные средства от инфляции, а вы имеете активы, которые являются прямыми бенефициарами вот этой вот истории. У вас есть и товары, у вас есть наличные, если вдруг акции сильно упадут, вы можете компенсироваться. У вас есть инструменты надежные, которые платят доход в зависимости от темпов инфляции. И у вас есть само сырье, которое как раз таки и влияет на эту галлопирующую инфляцию в стокфляционной среде. Отлично? Отлично. Ну и последняя история, о которой хотелось бы поговорить сегодня, какие бывают стратегии, это стратегия для российских частных инвесторов, которую можно выбрать сейчас буквально в двух словах, то есть 10-30-30-30. 10% это золото, не инвестиционный инструмент, говорю сразу. Но золото, 10% золота позволяет компенсировать риск увеличения денежной массы. Везде, во всем мире. В России будут допечатывать деньги, будет расти денежная масса. В Америке неизбежно будут печатать деньги для того, чтобы взбудоражить экономику. Напечатают золото, вырастет в любом случае. 10% у вас находится непосредственно в золоте, которое вам компенсирует риск увеличения денежной массы, что просто будут печатать ничем не обеспеченные фантики. Первые 30% размещаются в замещающие облигации. Замещающие облигации, это облигации, которые от российских надежных имитентов, номинированные в рублях. Доход выплачивается в рублях, но при этом сама доходность долларовая. И сейчас такие облигации обеспечивают доходность в районе от 6 до 9% долларовой доходности. Именно доходность привязана к доллару. Компенсация 30% капитала компенсирует возможный валютный риск. Если вдруг рубль будет ослабевать, то в этом случае и замещающие облигации, и золото прекрасно справятся с функцией защиты капитала от валютного риска. У вас 40% будет размещено фактически в прокси на доллар. И не просто размещено. 30% будет обеспечено купонным доходом. Причем купонным доходом сопоставимым с исторической доходностью американского фондового рынка. Прекрасная история. Еще 30% размещается в облигациях с фиксированным купоном. В российских облигациях с фиксированным купоном. Почему для российского инвестора? Или в облигациях с фиксированным купоном. раз, или облигации фонд ликвидности от ВИМ-инвестиций, LQDT-тикер, потому что здесь получается, вы получаете высокую доходность от ставки рефинансирования Центрального банка. Она сейчас составляет порядка 15%. Если вдруг еще будет повышение процентной ставки, оно будет, скорее всего, незначительное. То есть мы понимаем, что Центральный банк максимум повышал процентную ставку до 20% в истории. Это было там вызвано определенной необходимостью, и здесь получается сейчас 15%. То есть теоретически, в теории, может быть при каком-то апокалиптическом сценарии повышено еще на 5%. Если ставка ЦБ будет повышена на 5%, то облигации с фиксированным купоном упадут в цене процентов на 10-15%, ну максимум 20%. Но это только третья часть. И опять же, это произойдет когда? Когда вдруг доллар выйдет из-под серьезного контроля. То есть у вас это произойдет в условиях, когда рубль очень сильно ослабнет от какого-то внешнего воздействия. И если это произойдет, извините меня, у нас 40%, 10% золота и 30% в облигациях у нас в проксе на доллар. То есть они вырастут в цене, и они нам будут обеспечивать доход, который компенсирует риск снижения этих 30% облигаций на винированных рублях. При этом сейчас можно фиксировать для себя доходность в районе 13-15%. Отлично, замечательно. Ну и оставшиеся 30% это те же самые флаторы и линкеры. Как раз они также наряду с валютными инструментами, золотом и замещающими облигациями, если центральный банк повысит процентную ставку до 20%, линкеры и флаторы на это неизбежно отреагируют. Или номинальной стоимостью, или повышенным купоном, и на них в том числе возникнет спрос. И как вы видите, чего здесь нет? Здесь акции вообще нет. От слова совсем. И это отдельная большая история. Если хотите понять, почему отсутствуют акции в таком инвестиционном портфеле, который мы там рассказали про три варианта, и говорим, вот сейчас вот такой вот портфель. Почему отсутствуют акции российских компаний в том числе? Об этом расскажет Вячеслав Болянов на бесплатном мастер-классе. Каким образом формировать? Почему именно этот портфель? Вы получите исчерпывающий ответ, почему здесь не рассматриваются акции, которые включать в инвестиционный портфель российского частного инвестора. Вот такое вот получилось видео. Возможно, долгое, друзья, но опять применительно к текущей ситуации. Что сделать со своим инвестиционным портфелем сейчас? Прямо сейчас и на перспективу в следующих 3-6 месяцев. Надеюсь, это было вам полезно. Будете внедрять свою собственную жизнь. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока и удачи!